Вы смотрите новости недели на Беларусь 4 Гомель и мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Председатель облсполкома Иван Крупко рассмотрел вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов. Причиной тому стало обращение жителя агрогородка Бобовичи Гомельского района во время приема граждан главой региона. В жаркую погоду во многих домах практически нет питьевой воды. Дело в том, что в этом населенном пункте более 700 подворий и в каждом есть огород. Многие люди используют для полива питьевую воду из централизованной системы. В облсполкоме и Гомельводоканали знают об этой ситуации и планируют внести коррективы. Во-первых, проведут мониторинг подворий на предмет несанкционированного доступа к водопроводу. От сети никого не отключат, но поставить в таком месте счетчик воды придется. Гомельская область внесет в Совет Министров предложение по повышению эффективности защиты территории от последствий паводка. В этом году было подтоплено более 800 домовладений и более 3000 дачных домов. Наиболее тяжелая ситуация была в Гомеле, а также в Ветковском, Гомельском, Жлобинском, Рогачевском, Лоевском и Чечерском районах. В целях минимизации негативных последствий в области начнется проведение комплекса противопаводковых мероприятий. Сегодня день работников налоговых органов. По итогам прошлогодней деятельности налоговая инспекция Гомельской области признана лучшей в стране и уже второй год подряд. В Гомеле накануне праздника наградили лучших работников. Именно налоговые поступления составляют основу доходной части бюджета. В регионе в 2023 году его формируют более 19 тысяч юридических лиц, около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 776 тысяч физических лиц. Путешествие с комфортом. В Гомельской области запущена обновленная мобильная программа «Гомель Тревел». Она является онлайн-гидом по региону. Программа поможет туристам быстро узнать о местонахождении той или иной достопримечательности, а также построить маршрут. Удобный путеводитель работает на трех языках – русском, английском. Недавно добавился белорусский. Кроме того, теперь можно пользоваться помощником без подключения к интернету.